Здарова ребятушки, с вами ладушки, это Dishonored 2, мы сейчас поедем в особняк поляка, короче, вот этого недобитого. В чем прикол? Я так понимаю, что там... Чемосина, тебе дает, мы читали. Там у нас, я так думаю, уже встретятся первые механические солдаты, и тут я задумался, что мы с вами в прошлой серии читали о механических солдатах, как их можно вырубить и как их можно натравить на кого-то или что-то. В общем, мне кажется, эта информация будет очень полезна. Поехали! Посмотрим, что нас ждет впереди. Я еще не уверен. Да, отправляемся. Мы сделали, по-моему, все, что нам следовало бы сделать, так что валим. Такие высокие технологии везде, тут все-таки такая деревянная калитка. Ну что, с катапульты запускают? Отсюда уже видно особняк Джин вышел. А, я дотуда не доеду? Нужен код. А, нужен код, я понял. Там солдаты. Ха! То есть мы не так далеко и проехали, если что. До Браздной механической особняка войти в механический особняк. Круто. Я там... Кстати. 32 метра, 59 метров. Тут только амуль... А, вон руны есть, 87 метров в ту сторону. Да, глаза бы мне сейчас, наверное, помогли. Жалею ли я, что не взял их? Ничего страшного. Ну, собаки лают или еще что-то. А у всех нервы на взводе. Да, точно. Это все ветер. Найти код. Найти код. Хорошо. Пойдемте искать. Итак, если у меня было два, а я одно отдал ему, у меня осталось одно, а потом я его сглел или нет. Давайте в пяточку. Сейчас, ребят, секунду. Так, продолжаем. Вы этого не заметили? Ох ты, жё. Дай мне горстку таких часовых, и я зачищу весь пыльный квартал. Не знаю. По-моему, толпой во время крысинок мы были в узле. Люди ими гордились. Ну, не знаю. Если герцогу ничто не помешает, через год у нас будет целая армия таких часовых. Если герцогу ничто не помешает, через год у нас будет целая армия таких часовых. Выглядит так, как будто здесь человека пытали, если чё. Да так, наверное, и есть. Так, капитан Кулеру, ваше имя и... Ваше имя и ироним Блас, подозреваемый, да. Подозреваемый, да, ага, сейчас. Капитан Кулеру, и вы признаете, что писали, печатали и распространяли памфлет под названием «Железяки прочь с улиц Карнаки»? Подозреваемый, да, вы же читали. Как скоро гвардию полностью заменят механические солдаты. Бесчувственные к людским страданиям, слепо исполняющие волю какого-нибудь аристократа. Капрал Лоя. А он вроде прав, капитан. Что если герцог решит, что мы уже не годимся для этой работы? Я не хочу обратно в шахты. Капитан Кулеру. Капрал. Это неуместно. Подозреваемый, представьте себе. Непогрешимые, неподкупные солдаты. Капрал Лоя. А он прав, капитан. Капитан Лоя. Допрос окончен. Протокол сжечь. Блин, они прям тут за стенкой, если еще. Железки прочь с карнаки. Это, кстати, вот сами памфлеты вот эти. Опасайтесь странных звуков, похожих на лязг заводских машин. Возможно, через несколько мгновений вы встретитесь с последней разработкой нашего великого изобретателя Кирина Джин Даша. И что мы должны думать об этих новых промышленных чудесах, столь популярных среди богатейших членов карнакского общества и стоящих на страже их владений? Я скажу, эти механические солдаты опасны для всех нас. Они отнимают жизни, вызывая не больше сочувствия, чем кассовые аппараты торговцев. Они могут воевать без отдыха дни и ночи напролет, пока не отпустят, не опустеют баки с ворванью в их телах. Нас ждет тирания, если мы не предпримем решительных мер и не восстановим законный порядок, установленный предыдущим герцогом Серконоса правителем, до которого далеко его ленивому и безответственному сынку. Граждане карнаки, боритесь за то, чтобы эти железяки исчезли с наших улиц. Боритесь и беритесь. А, я мог сразу сюда на второй этаж портнуться. Это было бы более умно, но надо почаще поворачивать... Надо почаще поворачивать голову. Амулет прямо за стеной. И оскверненный амулет там. А я вам не мусорщик. Так, ладно, и в пять. Ну, опять же, пока меня не выведут из себя, прошлую локу я прошел очень тихо и аккуратно. Но их тут двое, блин. Ну, мне явно туда. Мне нужна та дверь, наверное. Ага. А-а-а-а-а-а... теперь-то я не вру надо бы послал доставлять некоторых наполовину а интересная королевская защитник короны не смешите меня стадо дегенер в смысле сейчас что-то будет дележ добычи лейтенант раккас у вас было время все вдумать я занимаю достаточно высокое положение и на меня работают еще четверо гвардейца по всей карнаке мои доверенные люди наблюдают за всеми основными пунктами въезда мое предложение остаться остается в силе если очень важная персона из даунвол приедет в одиночку или в сопровождении и сопровождением и вы будете в отряде который с ним разделается сохраните это в секрете любой ценой принесите мне тело я соберу остальных в шестером мы припишем себе арест и поделим возрождение от герцога это деньги а может быть и должность в большом дворце держитесь меня лейтенант и ваши шансы возрастут не вздумайте проболтаться в л но вы поняли на жил старым лампром один странный малый член его был коротким и вялым но он старался усердно и милосердно вырос член размером с нарвала такое мы уже слышали воздух спит полный грудь паки с ворванью пусты так а как ее бросить то блин я не помню как я чтобы не взорвать нафиг а просто ф интересно они придут сюда проверять или нет так правдивая история самого создателя кирина джин душа великого изобретателя сирконуса вы будете удивлены дорогие читатели когда узнаете что у ранних моделей моих часовых солдат были человеческие лица позвольте объяснить как вы знаете из главы 18 с 18 по 22 я испытывал часовых солдат на самых разных противниках и с самого начала столкнулся с проблемами потенциальным грабителям и преступникам не внушали страха утонченные керамические лица ранних прототипов один из преступников решил даже что перед ним его дядя и попытался завязать разговор я не сдавался и решил совершенствовать головной механизм придав ему устрашающий вид я понял что отцы отыскал удачное решение когда мои подопытные впервые пали на колени от ужаса неплохо интересно кто это был эх кто откуда я знаю кто это был чувак подопытный так ладно здесь мы а это я тоже заберу спасибо так амулета скверненный 28 идемте на в а а не водя а никакая это не хрустаками не более горный пересоп сейчас вывиски не еще чего а хоть бы и того пойла за две монеты а а б б а а а а а и сюда чувак закрой за собой дверь а а а а а а а у тебя сейчас поплохие то я тебя тут вырублю это лучше чем чем пользоваться дротиками что почему световая стена без тока потому что моими бездны это что нюнечко если бы я перераспределил это чё сейчас было фига оно рвануло то почему оно взорвалось то что я на него труп кинул что ли о нет голос о так чёрт вашу физику в этой игре так хорошо интересно правду говорят о королевском убийце защитник короны не смешите меня стадо дегенератов фига ли она взорвалась не подскажете самом деле я могу подключить обратно и перенаправить у меня есть этот распределительная фигня вот это ну короче ладно дать я тут все по закрываю схожу наверх фига и она взорвалась вообще что происходит бесит тут вроде просто туалет до б да ёлки вообще ходить что ли нельзя на неважно да 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 у вас тут обои пообдирались там внизу кого-то нашли я не пойму чё за возгласы у них надо так сходи зачем меня об этом уведомлять так новый год 639 стоп ребят так после прочтения уничтожить записку за напоминаю не записывать кода обязательно уничтожать и записки выходи на честный бой блин чувак ты где там вообще какой нафиг тебе честный бой бой ты чертежик чертежик я заберу вы же понимаете что если вы меня сейчас найдете управление воротами да то то вам всем конец вы же это должны осознавать да так давай в пяточку я могу просто проехать сейчас но я бы хотел добраться дальше если выйдет там есть руну это вот ты их нашел да молодец какой иди сюда где тут у тебя выход идем если меня часа пять взорвет какой-то фигни это будет фиалка на поваляйся в этом говне сам ты живой без сознания отлично их 5 сдаются эти смены спорю на недельную получку что хуже не бывает 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 чего хочет сейчас продемонстрирую как бывает хуже за метал меня год И вы тут все, короче, эти воры и мошенники, и все равно я вас не буду убивать, ладно. Ладно, минус один. Тебе повезло меньше всех из твоих ребят, из твоих этих... Голову тоже надо убрать. И, наверное, руку тоже, да? Они что-то потом заметят. Все. Мечта я подобрать не могу. Так, баночку схаваем. Ну что ж, одного убили, ладно. Ну, я хотел по-нормальному, но повернулся не вовремя. Мне интересно исследовать, поэтому я могу прямо сейчас взять и свалить отсюда, но я не буду этого делать, потому что я хочу посмотреть. Кот-то мне уже достался. Говорили же вам, сожгите, сожгите. Нет, блин. Интересно, сколько их на улице осталось? Так, тут ничего. Тут вроде ничего. Тут кошелечек. Надо искать какие-то картины, какие-то секреты, что-то где-то как-то... Я-то, кстати, тоже думаю, что, наверное, выходить через первый этаж будет, ну, не самой лучшей идеей. Хотя, кто, на самом деле, это знает. Давайте ломанемся. Тут вон двое. Надеюсь, что двое. Кто это? Никто, никто, никто. А, нет. Ты того тела раздуло? А кругом гнезда трупных хвост. Ужас. Что происходит? Стой! Не уйдешь! Что? Нежди... Ну, ты как командир должна заплатить за то, что не позаботилась о своих людях. Так что, в какой позе нелицеприятный. Ладно. Все, мы договорились? Больше нет желающих? Ладно, два трупа. Пофиг. По сравнению с тем, что я мог бы здесь устроить, два трупа, я просто этот... Ангел. Так, внимание всех сотрудников. После несчастного случая на прошлой неделе, великий изобретатель Джиндаш доводит до всеобщего сведения следующую информацию касательно часовых солдат. Весь личный состав гвардии обязан ознакомиться с этим объявлением. Часовой солдат защищен... Так, это мы, кстати, читали. Это по... По всем постам разошлось, я так понимаю, да? Все, я теперь могу теперь спокойно ходить. Ну что? Вот эта фишка, как здесь устроена... Ой, стакан, где нафиг. Это тоже можно было... А, это сигналка, кстати. Сигналку можно было перенастроить. Так как здесь устроено, например, я хожу где-то на третьем этаже, и они меня все слышат. Когда я вселяюсь в чувака и хожу где-то на этом же втором-третьем этаже, мне все нормально, все хорошо. Ну, не знаю, на мой взгляд, это немножечко несправедливо так поступать, и поэтому... Блин, там еще кто-то. И еще кто-то. Вы не офигели? Я хотел спокойно походить по этому, ну, посмотреть, а они мне тут это... Восьмое, да, восьмое. Б! Что, там кто-то есть? И ничего. Идем, чувачок, поговорим с тобой. Я тебе сейчас отведу в сторонку, и мы с тобой немножечко где-нибудь приляжем тебя. Тут вон уже спят, подобные тебе. Вот смотри, нравится тебе эта девушка, нравится? Ты же тоже офицер, ты же тоже капитан. Возможно, у вас какие-то служебные романы были. Так что давай-ка, приляг, рядышком. Держи. А, минутку, когда я вселяюсь, я же автоматически обыскиваю, да? Так что я в пяточку. Ну, на мой взгляд, это неплохой стелсовый способ их вырубать. Вселяешься, отводишь его куда-нибудь в дальние уголочки, и все такое, нафиг. Так, вон чувак ходит. Вон чувак, и тут он. Что? У меня остался один суплящий дротик, я что-то не хотел бы его, наверное, тратить. Так, тут раз. Два. Вот сюда мы с тобой зайдем, а кочурим тебя. Хорошо. Руна на этаж выше. Да, я вас понял. Значит, амулет где-то там на улице остался. Давайте их в пяточку. Вот. Ну, просто можно будет их каждый раз вот так вот использовать для перемещения по улице, для разведки. Вот, я заберу. Спасибо. Монтажный инструмент обучения. Угу, обязательно. Так. В пяточку. Не забываем сохраняться. Это может нам потом... Вот такие вот глупые вещи, как сегодня, вот, например, происходили с взрывом этой ворвания. Тут, я надеюсь... Ой, тут осы, да? Заблокированы. Я понял. Еще бы там было нормальное что-то. Пора собрать трофей. Проклятие. Да твою за ногу, откуда ты тут взялся? Твоя вина в том, что ты стоишь на моем пути. Фига ли? Вы здесь вообще? Пора собрать трофей. Тут мертвая служанка лежит. Так, хорошо. Дуглас Харвикл, историк, герцогиня в зеленом. О Теоданисе Абелле и его сыновьях написано много, но и герцогиня Каллас Абелле по-своему незаметно сделала вклад в историю Сирконоса. Мы этого не забудем. Она коллекционировала предметы искусства и заказала Антону Соколову картину «Несвоевременность Роданиса Абелле». Картина была посвящена ее покойному сыну Роданису, погибшему от руки полуумного уличного мерзавца во время учебы за границей. Герцогиня Абелле, кроме того, была архитектором, и ее работы на этом поприще весьма разнообразны. От здания Академии для осиротевших детей мореплавателей до укладки мраморного пола в старом герцогском дворце. Мрамор, ставший подарком семье Абелле от императрицы Джусамины Колдуин, был добыт среди утесов Редмура. Но резиденции герцога снесли, чтобы расчистить место под новый дворец, построенный под руководством Луки Абелле. Практически все бесценные произведения искусства из старой резиденции были утеряны или уничтожены. Коллаз была весьма замкнутой и нечасто появлялась на публике. Она умерла в возрасте 57 лет в результате трагического падения с балкона. Или ее столкнули, что не исключено. Не гуди, пожалуйста. В девяти метрах там. Как я туда попадаю? Стоп, эта дверь была заблокирована? Спасибо. Я заберу. А глобус я покручу. Так. А, это вот эта дверь была. Точно, это вот эта дверь была заблокирована. Все, я понял. Все нормально. Теперь сошлось. О, тут есть баночка. Взять в прыжке это классическое искусство. Так. Часовые солдаты идут с молотка. Великий изобретатель Джиндаш устроил аукцион, где выставил на продажу два своих последних хитроумных изобретений. Удивительный часовой солдат, равных кому... Удивительных часовых солдат, равных которым до сих пор не было, и чудеса техники были проданы после ожесточенных торгов за умопомолчительную цену. Еще никто, никогда богатые злые населения не имели возможности столь эффективно и стильно защитить себя, свое имущество. Прежде механизмы были доступны лишь приближенным герцогам Луки Абелли, нашей новой императрице. Я своими глазами увидел лидительные возможности часовых солдат во время демонстрации, проведенной гением натурофилософии. Горе злодею или нарушителю, который окажется на их пути. Осмелюсь заявить, что Кирин Джиндаш нашел способ раз и навсегда покончить с преступностью. Потому что он ее возглавил. Покончить с преступностью, блин. А мне, кстати, туда? Да, мне туда, наверное. Так, ладно, я вас понимать. Все? Мы со всеми род... Особняк, 111. Я могу добраться и здесь. А, нет, не могу, наверное. Хотя, фиг его. Блин, вот этот шорох крыльев им сделали реально отвратительный. О, Джиндаш обдумывает нечетный вычислитель. А, сейчас обдумывает он. Так, где? Вот. Все вроде подобрано здесь, да? Новый амулет. Кстати, я же для себя это, новые слоты под амулеты купил. Да, все, можно теперь затариться. Хорошо. Значит. Беспокойная цель. Беспокойная цель. Враги иногда роняют гранаты. Да, ну такое. Вы удерживаете больше воздуха под водой. Может, понадобится. Враждебные гранаты не то. Пища восстановит больше здоровья. Хочу. Наверное, да? Так, враги чаще промахиваются в дальнем бою. Это, кстати, неплохо. Ваши арбалетные болты наносят немного больше урона. Радиус зажигательного болта немного больше. Наверное, было бы неплохо. Взрывы наносят вам меньше урона. Восстановление после падения немного быстрее. При ударе клинка или убийстве вы получаете здоровье. Да, хочу. Это прикольный амулет. У вражеских пистолетов повышается шанс осечки. Неуклюжий убийца. Краткая невидимость, убив или придушив врага. Вы заметнее, если... Блин, отвратительный почерк вот этот вот. Если... Шумите или... Так, хорошо. А это у нас... Вы наносите больше урона клинкам. Замедляет ваши атаки клинка. Больше урона, но медленней. Я не хочу, честно говоря, дебафы какие-то уражеских. Повышенный шанс осечки. Давайте вот это пока что. Я не знаю, меня не так уж стреляют. Ну, стреляют, да, но... Меньше урона... Давайте вот это. И... Наверное, иногда роняют. Вы удерживаете больше воздуха. Давайте пока вот это, я не знаю, где мне понадобится. Если что, потом переставлю... Пока так. Вот. Нормально. 10 из 10. Прямо 10 из 10. Оп. Это мы все уберем. Дневничок. Это у нас третья глава. Задание. Ну, доехать-то мы доедем. Код от ворот найден. Ворота ведущий механический особняк можно открыть при помощи числового кода. Код найден. Грабители хотят снести слабую стену, чтобы попасть в нелегальную лавочку. Но для сильного взрыва это я сделал, кстати. Ключики у нас все собраны. Ну, так, прошлись по-крупному. Там, то-то, сё-то. Всё нормально, да? Хорошо, теперь... Мне интересно, те упыри с улицы, это... Иди сюда. Это они сюда прибегали или нет? Так, ну, пойдемте. Ф-5. А что я здесь делаю вообще-то? Я могу пробраться без вагончика? Я могу пробраться так? Вы хотите мне сказать, да? То есть спуститься сюда, перенестись туда, перенестись сюда, добраться до туда? Не, я поеду как белый человек. Я же нашел себе комбинацию. Кого фига я буду мудрить? Так, давайте в пяточку. Тут ходил чувак, и за стенкой ходил чувак. Я не помню, кого из них я убил. Наверное, вот этого я все-таки грохнул, да? Тут я везде полазил, все сделал. Секреты этой станции... Вроде как все открыты, что тоже хорошо. Я честно постарался всех не убивать. Сколько я убил, получается, 3 человека или что-то такое? Ну, да. Так, я знал, что я код забуду к тому времени, как это, поэтому я его записал. Сейчас. Да, открой ты, пожалуйста. 6-3-9. Поехали. Чё я буду как вор какой-то? Хотя наличие механических солдат меня смущает. Не буду врать. Сообщаю, что наш герцог Лука Абель сыграл ключевую роль в недавнем перевороте. Остановившим... Отстранившим от власти непопулярную... Непопулярную Эмили Колдуин. Новая императрица Далила Колдуин быстро разделалась с инакомыслящими и уже сделала несколько заявлений, которые, несомненно, будут с одобрением встречи на Удаунвале после неудачного правления Эмили Колдуин. Последняя, как известно, пренебрегла своими обязанностями ради более приятного времяпрепреждения, а теперь обвиняет в организации убийства своих многочисленных критиков. Переворот наверняка укрепит благосостояние Карнаки, поскольку Далила Колдуин тесно связана с герцогом Абелли. Мы ожидаем преумножения богат Сирконоса, усиления его влияния на Империю. К сожалению, нам приходят сообщения о затянувшихся беспорядках в Даунвале, организованных теми, кто остался верен коррумпированному режиму императрицы Эмили. Вклад герцога Абелли... Так, ну, смотрите, в чем прикол. Да, Абелли тут, короче, в Сирконосе делает фигню, и он никому не нравится. Но, с другой стороны, Эмили-то тоже лошара та еще. Ну, то есть ее никто не любит. У нее было очень много критиков. А, 639. Я знаю, что дисциплины в последние годы творится полный бардак, особенно в этом году. Но напоминаю, что коды от ворот не должны быть записаны на бумаге и валяться, где попало, чтобы кто угодно мог их... Ой, такой маленький намек. Эти коды предназначены только для личного состава гвардии и не без причины. Прочитав и запомнив коды, уничтожьте записку. Может быть, вам плевать на звание или приказы. Но если что-то случится с Джиндышем, вы познакомитесь с расстрельной командой из Большого Дворца. Майор Бинош. Ребят, у меня для вас плохая новость. Вот ты, и вот ты тоже, и вот ты. Вас тут всех расстреляют к чертям, когда я уеду. Так что то, что я вас пощадил, ну, как бы, ну, такое себе, понимаете. Да, вам не особо поможет. Все, я отчаливаю, до свидания. Приятного времяпрепровождения. Остаться в верхней авенте, отправиться в нижнюю авенту, в механический... В нижнюю, это назад, в смысле, механический особняк. Да, поехали. Мы все сделали, все собрали. На мой взгляд, все события сделаны. Меня очень сильно напрягает вот эта тема с механическими солдатами. Я помню, что Толбой, это была та еще боль в заднице. Я не хочу сейчас сталкиваться с этими чертовыми механическими солдатами, таких через так. В смысле, тут ничего не будет? Э! Ну, вот, кстати, вот то место, куда я мог... Откуда я мог прийти? Это вот здесь, вот здесь. Вот эти вот мостики, по ним телепортнуться. Мне интересно, может быть, тут какой-то секрет, если я все равно по ним пройдусь. Хотя, нет, здесь просто опоры, да? И вот здесь вот я мог... Ну да, да. Тут ничего такого особенного нету. Хорошо, кстати, насчет рун. История карты, коды ворот, амулеты, умения. У меня пять рун! Кстати! Пять! Я уже собрал пять штук, серьезно? Что, может мне тогда глаза-то сделать? Это у нас стратегически... Так, вы видите сквозь стены вещи, видите маршруты, точки назначения. Блин, мне не хватает глаз, давайте я сделаю. Да, мы с вами на изгиб времени копили, но давайте я сначала глаза качну. И сразу... Вот это вот, да. Раз уж мы насобирали чего. Вот насчет предчувствия, видите маршрут, точки назначения, я еще подумаю, хочу ли я. Вот, но пока что... Так, глаза у нас на восемь, если что. Они у нас такие же бесконечные, как и в прошлый раз, или нет? В пяточку надо бахнуть. Такие, как Джиндыш, мне знакомы. Детьми они режут кошек, чтобы узнать, как все устроено. Нет, глаза не такие бесконечные. Так, должен быть какой-то другой вход, но я же не пойду через центральные, ребят. Я уверен, должно быть что-то еще. Дожди зонард, вы че? Тут просто стенки. Тут просто стенки. Нет! Красавчик! Просто офигительно! Да, с контрольной точки, поехали. Ой, блин. Засыпиться? Не, не слышал. Найс. Ооо! Ну, ребят, ну вы не можете со мной так поступить. В смысле другого входа нет? Залезь ты, блин. Вот калечный. Черт, а... Я не вижу, куда здесь можно зацепиться. Даже до туда не долетает. Я думаю, даже специально. Черт. Да ну... Какое-то окно, форточка, еще... Мне че, прям заходить сюда? Вы дураки? Восемь. Надо привыкнуть к расположению. Ладно, я в пять. Черт с вами. А, я понял, почему нет. Это... Угу, все. Переход в локацию. Войти механически. Да, да, да. Вот почему я не могу нигде проникнуть по-нормальному. Мехособняк. Держит в особняке. Значит, надо найти Антона и надо грохнуть этого чувака. Если кто-то где-то сказал, что... Ну, типа, он такой, убивают кошек, посмотреть, как... Кто-то где-то убивает кошек? Скоро ты заплатишь за содеянное. За всех котиков, которых ты убил. Я тут главный мститель котиков. Так что... Добро пожаловать в мой дом. Дверь открыта для всякого, кто пожелает переступить порог. Спасибо. Если вы по записи, проходите и ждите назначенного времени. Если нет, с моей стороны будет упущением. Не сообщить вам об используемых здесь защитных механизмах. Весьма труднопреодолимых. Многие входили сюда без приглашения. По причинам, коим нет числа. Но из них лишь единицы смогли вернуться. Ты мне угрожаешь. Да? Я тебя понял. Ты мне угрожаешь. Ну, теперь я тебя точно убью. Так, здесь можно выйти. Здесь можно сохраниться. А здесь можно врубить глаза. Блин, вот эта пульсация... Я бы не сказал, что она меня радует. Я бы предпочел постоянно все нормально видеть, а не вот так вот. Хочу ли я тянуть за эту штуку? Я не уверен. Давайте сохранимся. Кто мог такое создать? И зачем? Чего нафиг? Сработал один из механизмов дома. Джиндаш. Мой дом всегда открыт. Мне всегда интересно наблюдать, как простой человек ходит по меняющимся комнатам. Я Кирин Джиндаш. Впрочем, вы это знаете. Перед вами изобретение, которое переживет меня и останется в веках. Часовой солдат Джиндаша. Вы мне предлагаете... Сигнал. Машина подзаряжает магнитную катушку. Машина выполнила полный... Эй! Где вы? Подождешь. Вы почти у цели. Приходите в галерею. Я хочу взглянуть на вас. Ага. Что-то мне нифига не нравится то, что он замутил. Давайте я, наверное, сразу... Наконец-то! Подойдите ближе. Джиндаш. Вас окружают компоненты моего величайства. А вот и вы. Великолепно. Спасибо. Встретившись с вами лицом к лицу, я догадался, кто мы. Спасибо. Ненаемный головорез. Одежда слишком хороша. Аристократ жаждающий острых ощущений уже ближе. Вас учили фехтовать, но вы не высокосветский бритер. Вам знакомы приемы из уличных драк. Ты меня к себе не подпустишь, понятно. Кроме того, такую маску носит лишь один человек. Добро пожаловать, защитник короны. Ты так собой доволен. Знаешь, зачем я пришел? Я бы предположил, что вас интересует мое сотрудничество с Герцогом. Или же вы ищете старину Соколова, который располагается ныне со всеми удобствами в зале апробации. Попробуйте меня найти и взять искомое. Однако, если погибнете, я отправлю ваше тело в лабораторию для препараций и дальнейшего изучения. Для любого из двух финалов обещаем хранить вашу тайну. Скоро увидимся, Джиндеш. До скорого. Часовая! Дом броник под дорогей! Конечно, с нас. Сигнал обнаружен на нечто. Температура масляного бака растет. Есть гранаты? Есть. Заметка. Удалить запись после полевых испытаний. Так, ну я сохранился. Режим общего обнаружения. А-а-а-а! Отлично! Вы в основку вы поменили чистового солдата. Для вашего возраста весьма серьезное движение. Защитник короны. Сейчас взорвалась ваша взрывчатка или мой чистовый? Стрелять бесполезно. Я вас понял. Их нужно взрывать двумя гранатами. Хорошо, с контрольной точки, да. Надо обзавестись гранатами. И это единственный способ с ними хорошо быстро разобраться. Иначе их надо или бить по голове, или атаковать сзади. Но сзади их атаковать у них есть задняя камера, так скажем. Минус два. Не надо больше. Это чудо, но я выбрал. Так, хорошо. Я остался без гранат. Меня это вообще... Вообще, зараза, не радует. Ладно. Тут у нас есть пружинная мина. Блин, у меня только одна. Ну ладно. Допустим, она... Миночку тут... Это все далеко. Это все далеко. Это дом воплощения роскоши и блеска, но не только. Это свидетельство мощи инженерной науки. Там еще один часовой. Ну чтоб тебя. А он один? Опять. Так. Блин. Знаете, вот это вот... Назад. Вот это отвратительная тема, когда тебе всю игру говорят стелси, 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 не убивай, стелси, не убивай. А в дуке, опа, чувак, на тебе два робота, взрывай их как хочешь. Сигнал обнаружить боевой пространство. Очередное испытание для чиновниковых солдат. Каждый раздот. Почему я не могу эту мину поставить? Стоп. Давайте загружаемся. Да, успокойся, ты с контрольной точки. Почему я не могу мину поставить? Она у меня есть. Так, ну-ка. Вот, надо, чтобы он руку изменил. Спасибо, игра. Так, машина что-то обнаружила. Сигнал обнаружения. Сука. Развернись. Она ему ничего не сделала? Каждый гость. Очередное испытание для чиновниковых солдат. Каждый в итоге делает их лучше. Угу. Мина ему нифига не сделала. Нет, ну ему что-то вон искрит. Ему поплохело. Машина состоять. Машина. Голова. Отделена. Силение звуков. Принимаем обозвук. Конец. Электроразряд. Всем отойти. Табличка. Блин, зачем я еще одна этим? Табличка. Тактический режим номер два. Режим общего обнаружения. Режим общего обнаружения. хватит их на меня отправлять значит тварь у меня не осталось ни патронов не патронов ними может кстати зажигательными попробую черт минус 3 минус 4 в смысле нам будет это посмотреть кстати великий изобретатель устроил аукцион да 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 это мы читали это было в газете газеты повторяются все нормально ну чё сколько ты еще на меня отправишь этих уродов механических от этих табличек нету кстати вот кстати сюда можно проникнуть довел до истерики ну знаете ребят дело в том что красцы мимо роботов я особо не вижу ну кроме того что у меня по заканчивались все припасы да я сначала вот не знал что их можно таким образом по разрубать и всякое такое я их чисто гранатами бил а сейчас я понимаю что можно было бы сделать все и лучше нужно отстреливать им головы у меня не осталось ни патронов ничего в чем проблема там за шкафом или внизу внизу то еще одного выпустил что ли там где-то еще есть один робот ладно хорошо так 8 а вот тут есть карточки от этих карточки лучше подбирать сюда идет с этой стороны не открыть да спасибо с этой стороны не открыть давайте подумаем как нам туда проникнуть значит если тут есть световая стена она идет ну понятно нет он не достану наверно хотя если пойдешь на первый этаж посмотрим а я могу сюда зайти кстати тут газета тут обычные солдаты есть я думал только механические если есть обычные они не патронов принесут кажется там что то есть да 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 спасибо что закрыла дверь мало вам часовых вы еще и стражу мою перебили что же заменить людей будет куда проще и мало вам часовых так стоп 5 так я могу себя оградить немножко да карта блин карта отвратительная ну допустим лифт лифт лаборатория хорошо карту я подобрал но мне сохранится я верю что гораздо сложнее опять так инструкции для персонала внимание сотрудников сегодня господин андро и госпожа вивьен посетят нас с целью приобретения парочасовых солдат мои инструкции таковы разрядный столб должен быть убран под пол мы не собираемся испарять наших гостей включить его можно только при нештатной ситуации следует выставить угощение и приготовить обеды по случаю подписания контракта если они упрутся упрутся и захотят увидеть меня вы должны сказать что я скоро приду и отвезти их в зал ожидания не активируйте механизмы опускающие зал ожидания к залу апробации я сам это сделаю когда приду жиндаш основные сведения часовых солдатах всем сотрудникам если какой-нибудь дурак нам что-то достаточно близко я понял это опять же как их убивать зараза он же оживет но это же тваря живет ну блин я тоже какое-то движение нечего тебе тут делать улетрение структу прийти до последней минуты жизни а ну верни так чё ж ты их на меня тратишь то чё ж ты их на меня тратишь то урод можно крыской пробежать если чё ты придешь проверять нет что ищешь до свидания не хотят я узнаю руку пиро джоблина его работа верно впрочем на здесь явно поработал кто-то еще не знаю кто фух чё у меня два патрона два патрона это мало ну хотя бы хоть что-то давайте ребят наверное здесь и остановимся этот особняк прям нервотрепка хочется пройти по нормальному поставился тут куча роботов натыкано я не хочу с ними сталкиваться в будущем но видимо придется ладно ребят давайте на этом тогда пока что закончим спасибо что были с нами увидимся в следующей серии пойдем вызволять соколова пойдем этому придурку люлей навешаем как же он меня задолбал уже щедить я его ни в коем случае не буду эту тварину надо только резать все увидимся дальше всем удачи добра бобра всем молодушек всем пока да и и Субтитры подогнал «Симон»